Я не сторонник съемок видео из машины, все в движении, мне просто неудобно. Наволело, правда, наволело. Очень много вопросов в фейсбуке, я постоянно их отслеживаю, это комментарии. Люди интересуются по поводу целу на кейс. Я уже устал перед всем отвечать, что у нас есть менеджеры, полный расчет. Можете получить по телефону, вайпере, ватсапе, можете связаться напрямую на городской мобильный телефон, либо на городской телефон офиса. И вам дадут привычную консультацию и скажут, сколько это стоит. Но скажу сразу, что цена за подготовку кейса в Мексику, она значительно ниже, чем если бы вы выдавали внутри страны. Потому что мы делаем меньшее от мероприятий, связанных с формированием, переводом и так далее. Уделяем особое внимание другой составной части кейса. Как я до многих уже это говорил и доводил, кейс на убежище, он также состоит из частей. В данном случае он состоит из трех частей. Эти части также разбиваются на проценты. Если вы подаете в Мексике, то успех, 60% успеха, 60% кейса, это первая часть, это ваша история. На сбор эпизодов у нас подключается Александр, это наш психолог, который более 25 лет занимается этой деятельностью. Он с вами созванивается в скайпе, либо в вайбере. Либо если он здесь в Москве, вы встречаетесь с ним в живое время, занимает от трех до семи дней. Он общается с вами в день где-то по 3-4 часа. После того, как Александр собрал с вас эпизоды, он дает их мне, я их смотрю, проверяю. Если меня все устраивает, я выделяю то, что нужно мне, то, что связано конкретно с отрушением ваших прав, то, что подходит по статусу асайлуму. И дальше я уже работаю с теми эпизодами, которые есть. Также могу сказать, что на каких-то этапах к работе подключается Алексей, он будет вашей тенью, он как подушка безопасности для тех, кто так или иначе подвергается нарушениям прав, то есть эпизодом нарушения прав человека, имеет ту или иную форму дискриминации, это может быть религиозное направление, это может быть политика, это сексуальная ориентация, то есть он находится всегда с вами, вы его не видите, но он фиксирует то, что с вами происходит. Подойдет нам это для кейса, не подойдет, это второй вопрос. Но он обязательный участник по формированию кейса, для формирования кейса, обязательный участник этого процесса, и он в этом процессе и есть. Когда кейс приведет в соответствие, вы едете в Мексику, вы подаете в Тихуан, вы проходите первое интервью, вы проходите второе интервью, дальше вы выходите на предварительный суд, ну и после этого уже будет остаток суд. Вот, то есть, то, что вам нужно, то есть к чему он в конечном итоге идет. Вы получаете после прохождения статус беженца, ну и который переводит вас в грим-карте. Вот, и так, будем рады вас видеть в нашей компании. У нас теперь два офиса. Для удобства мы открыли второй офис, мы стали нашим главным офисом, потому что там большая площадь, это Образцово 7, метро Менделеевская, у нас на Менделеевской, на Слободское. Пешочком идти, ну, где-то минут 5-7. Вот, вы заранее можете записаться, вы можете прийти, у нас есть доска, я вам все расскажу, покажу. Ну и, кстати, в каких-то моментах я даже буду принимать экзамен, либо я, либо мои помощники, по кейсу, по вашей подготовке. То есть, ну, фактически с вами проведем 2-3-часовое интервью, я смоделирую все то, что будет с вами происходить, погоняю вас по вопросам, ну, и после этого уже поедете в Мексику. Сейчас смотрели по билетам, можно залететь до Канкун, и уже от Канкун дальше можно на местных авиалиниях приехать в Тихуан. В Тихуане расстояние там где-то 2500 километров, в Тихуане можно арендовать жилье, цена 15 долларов, я вчера на Фейсбуке выкладывал предложение, то есть 15 долларов в сутки вы можете там остановиться. Например, это удобно, если вы, допустим, поехали с семьей, кто-то стоит в очереди, как вы знаете, в Тихуане там самая большая проблема, это все-таки очередь, которую придется преодолеть. Вот вы стоите в очереди, а ваша семья, допустим, там находится в ожидании. И после того, как вы уже там подошли, вы звоните, созваниваетесь, вот, и они приходят. А по пути в Канкуне можно посмотреть пирамиды, те самые пирамиды астеков, да, которые расположены там далеко, 150 километров. Мы когда будем в Мексике, обязательно тоже это снимем, это очень классное место. Либо вы можете прилететь в Мехико-Сити, это практически центральная часть Мексики, до Тихуана 1200 километров, но по билетам от Москвы, допустим, до Мехико чуть-чуть дороже, чем от Москвы до Канкунга. Но там есть разные варианты, в том числе и чартерные рейсы мы нашли, и там цена такая приемлемая. Вот если говорить про Мехико-Сити, то, что там есть, конечно, тоже очень такое место. Если кто-то смотрел из вас фильм «Санктун», то вот эта большая пещера, огромная пещера, 380 с чем-то метров, она как раз находится в 200 километрах от Мехико-Сити, туда приезжают бейс-джамперы и прочие ребята, которые скалолазанием занимаются, в общем, тоже рекомендую это место посетить. Ну и там также есть внутренняя авиалиния, билет стоит где-то, если от Мехико-Сити до Тихуаны, вот я вчера смотрел, там в районе 70 долларов, если говорить о Канкуне, за 100 долларов можно взять билет и долететь до Тихуаны. Итак, очень хороший вариант, особенно для тех, кого депортировали, тем, кто знает и уже сталкивался с процессом воссоединения, если у вас там кто-то есть из родственников держателей Гринкард, можно на воссоединении прождать там и 7, и 8 лет, и в каких-то случаях и выгоднее, и быстрее все-таки попадать на политику в Тихуане. Ничего страшного там нет, очень рекомендую все это сделать. Ну и смотрите наши видео, я буду стараться делать максимально, открывать вам информацию по Мексике в том числе. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты, подробности под нашим видео, буду рада всех вас видеть в офисе. Всем всего доброго, пока!